Ну что, мои дорогие дачники, поздравляю! Наконец-то наступил долгожданный март и пришла весна. А это значит, что у нас, садоводов-огородников, открывается масштабный посевной сезон. Ведь несмотря на то, что некоторые культуры мы уже с вами посеяли на рассаду, самая горячая пора овощей и цветов у нас еще впереди. Поэтому я сегодня предлагаю сделать краткий обзор самых первых, только уже весенних овощных посевов. Чтобы нам с вами грамотно и рационально распределить время и не упустить что-то важное. И начну я с перцев и баклажанов. Если вы их еще не посеяли в феврале, то сейчас начинайте прямо с них, так как у них очень длинный период вегетации. И для мартовских посевов уже берите скороспелые сорта. То же самое относится и к корневому сельдерею. Он у нас созревает очень долго, в среднем дней так 120-200. В зависимости от скороспелости сорта. Поэтому сейчас уже нужно покупать ранние сорта и посеять их как можно скорее. Кстати сказать, совсем недавно я выпустила ролик, где подробно описала все этапы его выращивания. Прямо от посевов и до корнеплодов. И там же еще поделилась с вами таким важным агротехническим приемом, который позволяет получить нам корнеплоды не бородатые, а гладкие, красивые и ровные. Поэтому в помощь начинающим огородникам я в описании оставлю на это видео ссылку. Следующий овощ, который можно сеять как в феврале, так и сейчас в марте, это лук порей и салатный репчатый лук эксибишн. Заметьте, что такой крупный лук, прямо не лук, а лучище, вполне можно вырастить за одно лето. Только сделать это можно только через рассаду, так как его сивка просто не существует. Поэтому, чтобы вырастить такие вот огромные, просто шикарнейшие луковицы, сеем его семена на рассаду сейчас. Для остальных же овощей все гораздо спокойнее, так как их сроки посевов не горят. Поэтому сначала определяемся, где они будут расти, в открытом грунте или в теплице. Затем берем в учет сроки высадки готовой рассады в грунт, учитываем сорта по скороспелости и приступаем к посевам. Например, помидоры. Так как нормальный возраст готовой помидорной рассады средних и поздних сортов это 2-2,5 месяца, при этом за точку обратного отсчета я беру 1 мая. Отнимаю от этой даты назад это время и получаю дату посева. Это конец февраля, начало марта. И обычно я помидоры сею до 8 числа. А если же у вас есть возможность высадить рассаду еще раньше моего, то из семена можно сеять раньше. Далее капуста. Для ранней белокочанной капусты нужно дней 50, чтобы подрастить рассаду. Поэтому я ее сею в 20-х числах марта. В это же время можно сеять еще и цветную и брокколи. А вот средние и поздние сорта белокочанной. Сеем позже, уже в апреле. Причем замечу, что основные трудности в выращивании капустной рассады заключаются в том, что ей нужна хорошая прохлада и очень много света. Ведь капуста это холодолюбивое и светолюбивое растение. Или же рассада будет сильно тянуться и отставать в росте. Поэтому нам нужно как-то умудряться и создавать ей эти условия в городской квартире. Либо же уже сеять семена и выращивать рассаду прямо в теплице. Также во второй половине марта можно уже сеять прямо в теплице. Например, ту же зелень. Это тоже шпинат, укроп, петрушку. Они достаточно холодостойкие и спокойно выдержат немного пониженную температуру. А если же вы хотите вырастить базилик, то его нужно сеять на рассаду. И так как к моменту высадки она должна быть в возрасте от месяца до двух, в зависимости от сорта, то высеваем его семена в конце марта или в начале апреля. Тут же напомню, что в марте можно продолжать сеять садовую землянику на рассаду. Только при таком позднем посеве урожай с этих кустиков будет только в следующем году. Ну и наконец сейчас в марте можно, и не только можно, а даже и нужно, сеять на рассаду не только овощи, но и цветы. А вот их настолько много, что даже можно и не вспомнить все в нужный момент. Поэтому в следующем моем видео я сделаю видеообзор цветочных посевов для марта месяца. Да, и еще чуть не забыла, если вы тот счастливый обладатель отапливаемой теплицы, то к концу марта в нее уже можно даже посеять первую партию редиски. И тогда недели через три можно снять будет первый урожай витаминов собственного огорода. Всем желаю легких посевов и дружных всходов. Спасибо за просмотр, ставьте палец вверх, пишите комментарии, обязательно делитесь в них, что вы сеете на рассаду в марте месяце. И конечно же подписывайтесь на мой рутуб канал, ссылка на него как всегда в описании.